Привет всем зрителям, подписчикам, донатерам, а остальным соболезную. Вот мы наконец добрались до гайда на отходы в Римворлде из дополнения Биотех. Откуда они берутся, куда их девать, какие плюсы и минусы в жизни в полном загрязнении, про квестик на кучу отходов, про то, как с помощью токсогенератора и распылителя генерировать халявную энергию. Поехали! С загрязнением мы встречаемся еще даже не создав поселение, ведь и при создании мира можем выбрать процент заражения отходами, и на глобальной карте видны места с загрязнением. Но вот мы выбрали чистую клетку для жизни, и откуда тогда берется заражение? Его производят наши механоиды, когда рождаются, когда заряжаются, и внезапно при ремонте, ведь ремонт тратит заряд механоида, соответственно он раньше пойдет на зарядку и больше произведет отходов из-за этого. Еще загрязнение делает токсогенератор, штука в целом прикольная, дает 1400 ватт, занимает мало места, требует немного ресурсов, и его технология дешевая для изучения, но перестает работать, если в довольно приличном радиусе от него нет чистых клеток, то есть он делает чистые клетки потихоньку загрязненными, и этим производит энергию. Только вот в отличии от мехов, которые в виде мешков делают отходы, токсогенератор просто загрязняет клетки. Куда девать отходы? Их конечно можно замораживать и держать в холодильнике вечно, но такой вариант думаю подходит только для ледника, где по сути вся карта это один большой морозильник. Строите склад, чтобы отходы не ветшали от нахождения на улице и не под крышей. А если место в холодильнике закончилось? Можете просто оттаскивать отходы в противоположный от вас угол карты. Да, там они будут портиться и загрязнять клетки, но мы можем обратить это себе на пользу, потом расскажу как. Не хотите загрязнять свое поселение? Тогда можете отправить отходы на другие клетки. Можно конечно это делать через капсулу, но я бы вам не советовал так делать, ибо по ресурсам это очень накладно. Могу вам предложить другой, намного более экономичный вариант. Помните я вам рассказал в гайде на механоидов про копателей? Мол они бесполезны после того, как раскопают все горы на вашей карте? Теперь я так не думаю, ведь каждый из них может переносить 120 килограмм в караване и не требует ничего в походе. А пока он на базе, можно его просто отправить в спящий режим, в котором он не будет ни разряжаться, ни производить отходов. Ну не круто ли? Соответственно делаем штук 5-6 копателей, отправляем в поход любую одну пешку, совершенно не обязательно это должен быть механитр, под чьим контролем находятся копатели, и соответственно всех копателей, загружаем мешки с отходами до максимума, и везем их выкидывать. А вот куда именно, зависит уже от вас. Если вы не хотите, чтобы у вас на карте появлялся кислотный туман из-за соседних зараженных клеток, отвозите загрязнение на 5 клеток от вас. Ну и учтите, что выбирая место для нового поселения, даже если сама клетка чистая, а соседние грязные, из-за соседних грязных клеток, у вас периодически будет происходить ивент кислотного тумана. Также другие фракции расстроятся, если вы будете загрязнять клетки, расположенные ближе чем 15 клеток к ним. Но с этим можно легко справиться. Просто создайте на той клетке, куда вы планируете относить отходы, второе поселение, закидывайте туда отходы, и все, отношения с соседями не портятся. Еще учтите, если заражение клетки станет равным 100%, и вы все равно будете туда скидывать отходы, то заражение распределится между соседними клетками, одна из которых может быть и вашей. Следите за этим. Еще есть деревья очищения. Они случайно появляются на зараженной карте, у меня было максимум 3 штуки, раз в 10 часов они удаляют загрязнение в радиусе 7 клеток вокруг себя. В целом можно попробовать поставить их себе на службу, чтобы они убирали загрязнение от токсогенераторов по сути на халяву, но появляются они в случайном месте на карте, их нельзя пересадить в другое место. Не очищают, если рядом есть постройки. Вроде как в бета-версии римки можно уже купить их семена и высаживать куда захочешь, но я играю на стабильной версии. Поговорим про это в финальном общем гайде на все дополнение. Но я приблизительно посчитал, что одно дерево очищения может убирать отходы от одного токсогенератора с небольшим запасом. Значит, каждое дерево это халявный источник энергии в 1400 ватт. Еще один способ. Можно распылять мишки с отходами, но эта технология стоит аж 8000 очков изучения. Надо сначала победить апокритона, и для каждого распылителя нужно будет отдельно убить апокритона. Как по мне, это невероятно дорого. Или сделать за чип из апокритона имбово украли его войны, или блин один распылитель. Я распылителями особо не пользовался, но когда я познакомился с цифрами, они уже выглядят довольно интересно. А точнее, один распылитель убирает отходы от 5 потреблений вместимости. То есть, например, или от 5 уборщиков, или одной синтепеды. Например, в моем поселении активно около 20 единиц вместимости на постоянку. Это всякие фабрикаторы и носильщики. Значит, мне хватит 4 атомайзеров, чтобы мое поселение не производило отходов. Ну и я периодически использую боевых мехов. Их хоть много, но почти все время они в спящем режиме, не производя отходов. Значит, 5 атомайзеров хватило бы с головой. Также, распылители могут служить для выработки энергии через токсогенераторы. А точнее, один распылитель поддерживает работу 6 токсогенераторов с 3 помпами. При этом, не производя отходов и вырабатывая в плюс аж 7 тысяч энергии. Значит, добавив 6 атомайзер, мы сможем еще и производить кучу энергии. Для лейта звучит крайне перспективно на самом деле. Постараюсь попробовать это на ближайшем стриме. Теперь давайте поговорим про жуков, которые появляются от загрязнения. Когда лопается мешок с отходами, есть шанс, что из-за этого появятся коконы жуков, из которых, если их потревожить, они соответственно вылезут и начнут нападать на все живое. Помните, я говорил, что можем обратить заражение в свою пользу? Так вот, складываем эти пакеты с отходами на краях карты, как там появляются коконы жуков, просто убираем оттуда свалку и все. Ждем, когда придут рейдеры или торговцы, потревожат их, и нам останется лишь пожинать дары их битвы. Как мне кажется, жуков вылазит примерно столько же, сколько при обычном появлении жуков. То есть, например, на моей колонии со стоимостью в лям нападает примерно 100 жуков в сумме, что довольно серьезная угроза. И учтите, что коконы жуков могут потревожить животные, торговцы, путешественники. А вы об этом никак не узнаете, ведь игра никак не уведомляет о том, что жуки проснулись. И может быть такая ситуация, что вы заметите, что они проснулись, когда они уже будут на вашей базе. Осторожнее с этим. Еще коконы, как я заметил, просыпаются, если рядом лежат какие-то вещи. Например, у меня валялись всякие луки и дробовики от налетчиков, и жуки, как появились от загрязнения, сразу проснулись. Видимо, из-за этих шмоток. Будьте с этим тоже осторожны. Что ж, вот решили мы основать колонию в заражении. Что для этого нужно? Во-первых, крайне вам советую создать свой ксенотип, какой у меня был, сейчас на экране, с полностью антитоксическими легкими. За 3 метаболизма будет пофигу на заражение и токсичные осадки. И добавить баф от заражения. Всего за 1 метаболизма даст прибавку в 5% сознания и 20% к скорости передвижения. Круто же! Кстати, у жуков такой же эффект, то есть заражение у них такой же бонус. Сценарий лучше всего выбирать аварийную посадку, ибо 3 колониста со старта, с нужными генами. В целом, довольно скоро сможем заняться генетикой и отсканировать из них ген на полностью антитоксические легкие, чтобы можно было брать новых поселенцев. Еще в заражении комфортно чувствуют себя вампиры. Если у вас нет нужного гена, а вы уже хотите принять к себе пешку, можете просто сделать ее вампиром из заранее приготовленного плененного вампира. Другой способ жить заражение можете поставить пешкам антитоксические легкие через импланты. В лейте сможете спокойно их делать и всем пешкам освободить 3 метаболизма, но для ранней игры это не поможет. Еще как вариант можно одевать противогаз, он дает 80% защиту от токсинов, но понемногу пешка все равно будет страдать, так и противогаз не дает никакой защиты от оружия, так что это решение крайне временное и ситуативное. Еще есть маска для лица, которая дает 50% защиты от токсинов, и эти бонусы просто суммируются. Достаточно любыми способами получить 100%, чтобы не страдать от загрязнения. Например, маска и одно легкое не дадут уже пешки накапливать токсины. Еще на самом деле я бы не советовал вам начинать на зараженной территории, а начать на нормальной местности и постепенно самим ее засрать. Почему? Во-первых, на зараженной местности растут только психолистия, таксокартофель, деволотник и каменный кактус, что оставляет вас без медтравы, будут адовые проблемы с древесиной, ибо кактусы растут очень медленно и дают мало древесины. Так и плодородность зараженной территории лишь 50%, и принять новых колонистов вы не сможете, пока не сможете предоставить им гены или легкие. Еще таксогенераторы, они же перестают работать, если рядом нет чистых клеток, соответственно, вы не сможете по сути ими пользоваться на зараженной местности особо. Какие плюсы же от выживания на зараженной территории? Халявный баф пешком через гены, то, что вам станет пофигу на ивент токсичных осадков, и у меня, например, случилось так, что недалеко от меня появился от мехов, и я не стал его ломать, потому что благодаря нему, например, на моей карте вообще нет нейтральных животных, никто не сходит с ума ни от этого тупейшего и бесячего ивента. Правда, под открытым небом больше ничего не вырастить. Еще учтите, если вы поставите гидропонику на зараженной территории, вы не сможете выращивать обычные растения на ней. Придется сначала очистить от загрязнения все клетки под гидропоникой, благо 5-6 помп быстро очистят от токсинов. Давайте теперь про новый квест. Там ничего сложного. Вам предлагают приютить у себя определенное количество пакетов с отходами. Вот и все. Ну и если вы и так успешно избавляетесь от отходов, то по большому счету вы почти на халяву получаете награду. Ничего сложного. Вот и все разобрал с механикой заражения и отходов. Теперь про планы на будущее. Ближайший ролик будет про киллбокс, как его строить, виды его и так далее. Хоть тема далеко не новая, но постоянно появляются просьбы осветить этот вопрос. Скорее всего ролик выйдет в следующий вторник. Теперь про финальный. Общий гайд по биотеху. Учитывая, что сейчас активно выходят новые патчи, например, механоиды-ремесленники научились готовить, копья хотят понерфить, чтобы они не работали по боссам, кровь с пленников сливается теперь без траты медицины, поджигатели тратят одну связь вместо двух и так далее. Поэтому лучше его сделаю попозже вместе со всеми правками игры. Так что планирую его выпустить через пару недель, ближе к декабрю. Также зову всех на свои стримы. Ближайший в пятницу в 18.00 по МСК и днем в субботу и воскресенье. Будем продолжать играть на зараженном поселении со стоимостью уже около миллиона. Попробую ранде интереса очистить все поселение, стримить буду как всегда и на ютубе и на твиче. Но на твиче есть расширение Рим Коннект, которое позволяет зрителям влиять на поселение стримера. Просто за просмотр стрима. Так и твич намного лучше присылают уведомления о начале стрима на мобилке. Поэтому подписывайтесь на твич. Еще к планам на будущее мне пришла идея сделать видос по моей сборке модов на Римку. Вам это было бы интересно? Всех жду в комментариях. Как всегда я все комменты читаю, почти на все отвечаю. Всем легендарной кровати и миску Риса. На связи был Тосфорс. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...